Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Якутия 24. И тема нашего сегодняшнего выпуска – актерское мастерство. Кино – это самый распространенный вид досуга и развлечений. И я думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни представлял себя главным героем какой-либо кинокартины. Образование для актера – это в первую очередь тренировки и упражнения. Сегодня мы узнаем, как тренируются актеры, посредством чего раскрывают свой типаж и возможно ли получить роль, не имея профильного образования. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в школе актерского мастерства. И в первую очередь хотелось бы вас познакомить с ее основателями. Это семейная чета Николаевых, Тарина и Роберт. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы спросить, а вы в профессии, получается, у вас актерское образование? Режиссерское образование. Я закончила режиссуру эстрады в Улан-Удэ, Институт культуры и искусств. Так, иногда снимаюсь в кино и работаю кастинг-директором. О, как здорово! У вас тоже режиссерское образование. У меня тоже образование режиссура кино и телевидение. Закончил в Санкт-Петербургском университете кино и телевидение. О, как здорово! Собственно, я пришла попробовать себя в качестве актера. Думаю, вы мне в этом поможете. Да. Ну что ж, не терпится начать. Пойдемте? Пойдемте. Ну вот, Татьяна, вот это наша школа, где мы проводим занятия по актерскому мастерству. Как атмосферно, у вас здесь столько всего! О, как здорово! Прямо сразу чувствуется, что здесь фотографируют, снимают и творчество. Такая энергетика очень творческая. Ну что ж, я готова. Ну что ж, давайте приступим. Давайте. Так как вы, так как у вас нет актерского образования, да, и вы без опыта съемок, да, что для актера в первую очередь нужно, это снять видеовизитку, да, и актерское портфолио, то есть это фотографии. Так как с помощью фотографий и видеовизиток кастинг-директор, либо режиссер отбирает актера, да, на какой-то проект, какие-то могут проекты отобрать, например. Да, но вы поскольку только учитесь, и вот мы в нашей школе будем обучать, потому что я сама вот работаю еще и агентом по актерам, да, у меня есть актеры на продвижении, и я заметила, что сложно им фотографироваться, да, для актерского портфолио, да, есть какое-то сжатие бывает, да, зажимы, и вот видеовизитку трудности доставляют, да, вот по нескольку дублей мы, бывает, переснимаем. То есть сейчас мы будем делать мое портфолио? Да, да. Как интересно. Ну давайте. Портфолио для дальнейшего продвижения актера получается. Я думаю, это тоже не так-то и просто, да, отснять портфолио, да. Конечно, это тоже труд. Да, это кропотливый труд сложный. Да. Актер также вот фотографируется, да, для актерского портфолио не только вот мы делаем, допустим, портрет, портрет, профиль, полный рост и так далее, да, но также фотографии с эмоциями. То есть прям, да, вот грустно, смеюсь. Смеюсь, плачу, вот, злюсь, да. Да, и так далее. То есть портфолио эти в кадре должны быть. Да, 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 да. Эмоции. Да, да, да. Интересно. Для фотографий, да, для актерского портфолио, да, то есть вы... Серьезно. То прямо в начале серьезно вы стоите, да, все поняла. Да, то есть вас. Слушайте, да, вот Роберта и меня, да. Все поняла. То есть портрет, да, все серьезно, потом с полуулыбкой, полуулыбку, да, сделаем, да, потом боком, да, тоже вот серьезно, полуулыбка. И потом вот то же самое, но с другой стороны, да, вот, и в полный рост еще фотографируем. А, и профиль с одной стороны, с другой стороны. Профиль. Да, 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 да. Хорошо. Вот, ну это самые такие, да, и фотографии с эмоциями, потому что когда бывает, да, кастинг-директор или режиссер сомневается, да, и если мы уже отправляем фотографии с эмоциями, да, то есть шанс, да, что они свои мнения могут поменять, кастинг-директора, либо режиссеры, и у актера появляется шанс быть замеченным. А считаете ли вы, что актерская школа, в принципе, устарела? Нет, не считаю. То есть все равно это база, да, и те, кто изначально имеет какую-то такую мощную харизму, это их не сломит, это, да, только добавит образование. Наоборот, добавит, да. А если человек, ну, как бы, вот, менее талантлив, то пройдя такую школу, да, классическую школу, он как бы становится... Да, у него есть шанс уже как-то более раскрыться, да, потому что когда вот я была ребенком, ну, я занималась театральной студией, да, при театре актера кукол, да, города Нерингры, да, но я была таким зажатым ребенком. Ну, по мне так не скажешь же, да, наверное? Нет, абсолютно. Вот, потому что когда там тренинги с нами, с нами актеры проводили, я очень стеснялась, да, как-то показать, показаться смешной, да, но потом уже как-то уже сама старалась проработать, да, плюс еще вот занималась здесь, театральной студией, мне помогли педагоги, плюс еще вот сама еще как-то работала над собой. С одной стороны и с другой стороны. Так, и полный рост. Фотографировали? Испытано. на себе. Ну вот я думаю, что вам подошел бы жанр такой, как комедия, потому что вы такой вот у нас оптимистичный человек, я заметила. Давайте попробуем. Давайте попробуем. То есть вы показываете радость. Татьяна, пожалуйста, назад сделай. Радость. Как показать радость? Вспомните такой вот момент из вашей жизни, такой вот радостный момент. Улыбка. Да. Внимание. Показываем радость. А теперь восторг, восторг. Молодец. Даша. Так, грусть может, да? Ну давайте грусть. Начинаем. Начинаем. Я сейчас от такого света еще и заплакать могу. Можем попробовать. Давайте попробуем. Ну не факт. Так. Не, не получится. Не стать мне звездой. Нет, ну вы не отчаиваетесь, да? Вы будете заниматься в актерской школе. Просто для этого нужно время. Конечно, да. Время. Да. Так. А злость сможете показать? Злость. Злость прям с мимикой? Да. Да. Мимикой. Можно вот руками помочь. На руки не показывать. На руки не показывать. Вот. Злость. Вот. Сильно. Наигранная злость. Да. Не искренне. Вот. Злость такая. Граничится с обидой. У меня, да? В глазах ребенка видели? Угу. Так. Флирт. Флирт. Как показать флирт? Давайте мастер-класс. Ну, флирт, допустим, вы как... ну, когда вот знакомился с мужем, например, или с вашим супругом? Да. С супругом. У вас, наверное, какой-то взгляд же был такой? Нет. Я была... Или, может, в студенчестве, вот, первое любое. Не, ну, это как бы может... человек может за собой не замечать того, как... Или, может быть, вот актер, да, должен запоминать... ну, у актера должна быть своя копилочка, да? То есть у него, да... Нет, нет. Он должен быть наблюдательным. То есть наблюдение за людьми, да, проходит по актерскому мастерству. Это в театральных институтах, да? Вот. И не только в театральных. Вас тоже, наверное, да, преподавали? Да. Вот. И вспомните, пожалуйста, может быть, ваша подружка, там, или знакомая, там, флиртовала, например. Так, давайте попробуем. А руки при этом у меня... Нет, можно руками, если что помочь. Что-то можно делать, да? Да. Там, видимо, вот так вот. Да. Все, начали. Пазы. Да, очень хорошо. Да, очень хорошо получилось. Так, по эмоциям. Все, или еще добавляем эмоции? А, давайте тогда испуг. Давайте. Испуг. Вспомните вот свое состояние. Когда вы были сильно напуганы. Испуг. Не улыбайтесь. Не могу. Вот так, оденок. Ребята, помните? Потом вы смотрите, да? Фильмы. Дядя, я не смотрю фильмы ужасов. Или медведь, представьте. Во, 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 вот было, было, было. Да, было, да, было. Раз, два, три. Во. Да, что-то здесь. И вот, и можно вот так же, руками. Ну, только не улыбайтесь. Я не могу сдерживать свой смех. И, кстати, есть, да? А вот сейчас мы пытались изобразить прям утрированные эмоции, правильно? Я очень хотела на эту тему поговорить. Я заметила, что чем бюджетнее фильм, да? Чем он более, ну, скажем так, недорогостоящий, да? Тем краше эмоции у актеров. Тем игра такая более насыщенная, да? Вот они прям все утрируют, прям очень удивляются и прочее. Чем фильм более дорогостоящий, эмоции такие, ну, более как в жизни. Естественные. Естественные, да. Сейчас мы что делали? Какие эмоции вы давали? Вот сейчас мы более такие, да, основные такие, более такие вот естественные, да? Естественные. То есть я вам, то есть мы вам советуем, например, да, если вот мы будем снимать актерское портфолио в будущем, да, например, еще, например, да, вспомнить, то есть погрузиться в то состояние, которое у вас было, например, испуг, да? Когда вот вы пугались, были сильно напуганы, вспомнить свои ощущения, и тогда вы сможете сразу показать. А так, конечно, в будущем, да, когда вот мы с вами, вы поучите, проработаете, да, вот все вот то, что вот мы говорим, да, можно будет видеовизитку с эмоциями записать. То есть это как фотография, но только видеовизитка. Но там посложнее, конечно, идет. Понятно. Эти фотографии вот для портфолио, да, эти фотографии вам помогут это, ну, для продвижения, как мы ранее говорили, да? То есть, когда режиссер посмотрит ваше портфолио, там, фото и видео, да, визитку, он уже, ну, решает про себя, что это, подходит ли типаж ваш на данную роль, например. Либо какой-то продюсер или режиссер там ищет, ну, актрису, да, для данной роли, и уже будут на базе смотреть портфолио разных актрис, да, актеров. И там, например, если ваш типаж очень подойдет, то и остановится на вашем портфолио. Понятно. Ну и плюс видеовизитка, например, да, по видеовизитке, например, кастинг-директора, да, могут обратить, как вы вот разговариваете, да, как вот уверенно, неуверенно, да, над вашим дыханием, да, вот будут вот смотреть, вот следить, вот прислушиваться. Видеовизитки, например, когда режиссер смотрит, либо продюсер, да, как бы, ну, монолог читаете, либо о себе рассказываете, уже им будет понятно, какая роль вам подойдет. Ясно. И самое главное, когда вот видеовизитку вот записывают, бывает у нас актеры, да, записывают дома, когда вот срочно просят, да, и, ну, если нет портфолио, ну, это бывает очень редко, но они вот бывают, что вот так вот смотрят куда-то и вот рассказывают. Это грубая ошибка же, правильно? То есть надо смотреть на камеру, когда вот вы рассказываете о себе. Я так понимаю, что мы плавненько подкрадываемся к снятию визитки. Да. Ну, что, начнем? Давайте начнем. Локация также, я стою здесь же, да? Стоя можно либо сидя, как? Нет, можно, обычно мы сидя записываем видео. Обычно сидя, да. Давайте на этом же фоне. А то есть мы делали фото, мы затронули тему, да, что как себя воспринимает актер, либо для комедийного жанра, либо для драмы. Ну, допустим, допустим, вот актер, да, допустим, человек хочет сниматься, да, у него есть актерские данные, но он в комедии, но никак не сможет, да, например. Ему проще там заплакать, например, да. А какой самый сложный жанр? Ну, самый сложный, на мой взгляд, это комедия. Комедия? Да, самое сложное направление, ну, жанр в кино, это комедия. Да, интересно, казалось бы, да, что веселись себе на камеру. А почему? Ну, как вот объяснить-то? Эмоции, потому что, да? Потому что, да, сложно будет выразить. Человеческий фактор, может быть настроение, да, а ты должен... Должен будешь это смеяться, да. Потому что, да, не просто... И переиграно, может быть. Не просто там войти в образ, да, комедианта и передать настроение с юмором зрителю, это сложно. И вы сказали, как раз легко переиграть в комедии, да? То есть можно переиграть там, да. То есть можно искусственно засмеяться, и это будет заметно, конечно, это фальшиво будет, да? Да, ничего себе интересного. Да, да, то есть зрители могут на это заострить внимание. Бывают, конечно, такие зрители, которые вот хей-хейтерят или как вот комментарии, да, и вот пишут, что вот там наиграно, да, вот актер играл. Ну, это, конечно, вот... Если вот, конечно, чувствуешь, что ты вот не можешь, да, в жанре комедии, то лучше уже даже и не пытаться. Потому что это очень-очень сложный жанр. Получается, вы смотрите на камеру, да, от начала до конца, и вот, и у нас что будет сейчас, монолог, либо рассказ, короткий рассказ о себе? Короткий рассказ о себе. Бывает вот так, да, по две видеовизитки записывают актеры, то есть они рассказывают о себе, да, возраст, да, там, чем они занимаются, навыки и так далее, да. А еще есть другая видеовизитка, да, где актеры, они вспоминают, да, там самый веселый такой момент из своей жизни, например, или грустный момент, да, и они вот это вот все рассказывают в видеовизитке, где кастинг-директора и режиссеры, они смотрят, просматривают эмоции актера. Насколько он может вжиться в роль. Ну вот о себе мне рассказывать достаточно сложно. Я бы попробовала рассказать о чем-нибудь, но вот о чем, да, нужно же еще тему подобрать. Ну да. Вот про Новый год давайте расскажем. Давайте про Новый год. Так, вы готовы, да? Да. Все, пишу. Когда я была совсем ребенком, ну, приблизительно в возрасте 5-6 лет, я, как и все дети, конечно же, очень ждала Новый год. И вот в преддверии уже Нового года, ну, раньше было очень популярно читать газеты, все этим занимались, так как социальных сетей не было, и журналов тоже не особо, да, как-то вот не хватало людям праздника, и в газетных отрезках часто печатали новогодние открытки, новогодние поздравления и разные изображения Деда Мороза. Вот, так как у меня поблизости и нигде, как бы, да, не было ни журналов, ничего, ни открыток настоящих, я собирала вырезки из газет. Я вырезала Дедушку Мороза и клеила себе там, значит, в альбоме, раскрашивала, и, значит, ждала Новый год, чтобы Дедушке Морозу подарить этот свой альбом, потому что я искренне верила в то, что Дедушка Мороз существует. И, значит, в новогоднюю ночь я положила под подушку свой альбом и оставила, ну, естественно, оставила еще носочек, чтобы туда Дедушка Мороз взамен мне положил конфетки, потому что я ему подарок, а он мне как бы, ну, конфетки. И, значит, просыпаясь утром радостно, я вижу, что, да, действительно, альбома нет. Значит, Дедушка Мороз действительно приходил, подумала я, соответственно, в носочке должны быть конфетки. Я заглядываю в носочек и, да, о чудо, действительно, там конфеты, там были батончики, батончики красно-золотистой такой упаковки. Я, значит, беру этот мешочек, ну, носочек, да, праздничный, выбегаю на кухню и рассказываю, «Бабушка, бабушка, смотри, конфеты! Дедушка Мороз привез конфеты!» А она в этот момент сидела и пила чай с точно такими же конфетами. И я поняла в тот момент, что Дедушки Мороза не существует. Как бы и вроде бы такое, знаете, послевкусие праздничное, но немножко и грустное тоже. Ну, моя бабушка, конечно, нужно отдать ей дань уважения, она начала конфеты эти прятать, но я все равно все увидела. И вот, значит, в возрасте шести лет я поняла, что Дедушки Мороза не существует, и что моя бабушка самая лучшая бабушка на свете, потому что она очень переживала за меня и хотела, чтобы я верила в праздник. Вот такая вот история, друзья. Очень хорошо. Интересно. Испытано на себе Значит, мы сейчас будем выполнять тренинг по мизансцене. Мизансцена – это построение актеров на игровом пространстве. То есть, вот, например, мы берем тему. К примеру, какую тему вы бы хотели выбрать? Ну, можно будет тему… Вот тему предложите любую. Из кино? Ну, можно из кино, например. Допустим, из приключения Шурика, что ли? Ну, давайте из приключения Шурика, да? Так, допустим, цифра 1. Ну, к примеру, я говорю другую тему, например, тема любви. К примеру, да? Цифра 1, например, да? Вот вы, допустим, встретились со своим, допустим, молодым человеком. Например, 1. Все. Ну, к примеру, да? Там, вот, допустим, вот руки. 1, да? Потом 2. 2. Обнялись. 2. 2. Ага. 3, допустим. 3. Вы там, да, да. Там обиделись, почему-то обиделись на него 3. Обиделись. Можешь развернуться 3, да? Вот. А потом все-таки, ну, все-таки я помирюсь, да, за своей девушкой. Это уже будет 4. 4. А вы, нет, вот так вот. А вы ее хватаете, да? Вот за руки хватаете, за руки. 4, да? И 5. 5, допустим. Все, помирились, допустим. 5. Обнялись. Да? Теперь пошли. 1. 1 что было? Руки. Руки, да. 2. Что было? Обиделись. Да. 3. Схотил. Так. 4. Не помню. Что было 4, подсказывает? Обратно побилились. Это 5 уже было. А 4 что было? А потом. Ну, вспоминайте. Хорошо, 5 что было? Может 5. 5 было обняться. Ну, допустим, вы обнялись, обнялись. А теперь я говорю в разброс, да? 1. 1. Допустим. 3. Что было? 2. 5. Понятно, да? Обычно со своими учениками, да, мы делаем больше мизансен, да, то есть мы с вами 5 разобрали, да, а их может 15, 20, 30, ну, вот так вот доходить, да. Это мы проверяем, что вот, как вы думаете? Память, наверное, да. Первое, это память, да. Второе? Быстрота включения в эмоции, наверное, да. Да, да, да. Реакция, быстрая реакция должна быть, потому что актер, да, на съемочной площадке, он должен быстро-быстро реагировать. То есть если ему режиссер ставит одну задачу, потом может режиссер вдруг другую задачу поставить. Может быть такое же, да? Поэтому актер, он должен быстро уметь переключаться, да? Вот. Вот, еще раз попробуем? Давайте. Давайте. Тему какую? Любую. Дружба. Давайте дружба до 15 доведем, да? Хорошо, давайте. Ага. Так, первое, дружба, то есть ваше знакомство, да? Первое, знакомство, как вы познакомились? Предлагаете? Поздоровались и познакомились. Да, первое. Второе, обменялись телефонами, правильно? Обменивается телефоном. Как показать это? Блокнот, например, ручка, вы пишете, отрываете лист, нет, нет, вы отрываете лист, даете, как, Давиду, даете, Давиду, ага, Давид смотрит, это два, да, кладет в карман, так, все, это три, все, четыре, четыре, дальше что, вы идете, вы в кафе, допустим, сидите, да, вы садитесь за столик образно, а вы приносите, идете, да, за заказом, и приносите Татьяне, один, два, три, ага, четыре, идем в ресторан, ну вы сидите, он уходит, уходит, ага, так, и пять, вы, возвращаетесь под носом, да, возвращаетесь под носом, все, теперь пошли, разброс, один. Один, три, три, ага, разве, это два было, а три, 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 что было? Ага, пять. Очень нужно быстро, да, все заполнить, быстро заполнить, успеть изобразить, то есть достаточно, да, и не только изобразить, но еще вот актерский, да, еще и актерский, нужно добавить актерского, актерскую игру, да, давайте еще раз, так, давайте, дальше продолжаем, да, тема дружбы, шесть, посмотрели на часы, вы посмотрели на часы, ага, так, вам надо позвонить, позвонить. Это уже семь? Да. Это уже очень много, давайте на семь остановимся, я не все помню просто. И все, все, закончили. А у нас, получается, последние два, это мои, да? Да, это вы, а вы смотрите, куда, куда ты уходишь? Ага, и теперь мы добавляем актерского мастерства. Да, а теперь я ничего не говорю, вы это делаете. По порядку, вот попробуйте. Все. Справились? Да, справились. Ааа, было, было. Наконец, да? Супер. Для каждого актера необходимо иметь портфолио, в которое входит фото, видеовизитка и самопроба. Фото должно быть портретное и с эмоциями. Видеовизитка с рассказом о себе, либо с рассказом из своей жизни. И самопроба может быть фрагментом из какого-нибудь фильма. Собственно, чем мы сейчас и займемся. Испытано на себе Девушки, уймите вашу мать! Тихо. 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 Эх! Зараза! Лютк! Ааа, лютк! Ту, деревня! Испытано на себе Ну что ж, Тарина, мы берем фрагмент из кинофильма, да? Да. И сейчас разыгрываем, пытаемся, да, на роли разделиться и изобразить это все. Да, 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 да. Давайте. Так. Я, значит, играю главную героиню. Да, да, да. Да? Которая сидит на столе, собственно. Угу. Так. А Ирина? А Ирина играет мою соперницу. Да. Мы, дорогие телезрители, мы будем сейчас играть, пытаться изобразить сцену из кинофильма «Любовь и голуби». Да? Ну что ж, поехали. Значит, что у нас там? Я сижу на столе испуганная. Правильно? Да. Испуганная. Потому что с меня только что сорвали мою шапку, которую я должна забрать. Так, тихо. Тихо. Я не могу сдержать смерть. Тихо. 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 Нет, все было хорошо, на самом деле. Все, еще раз. Тихо, тихо. 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 Девушки, уймите вашу мать! Да, да, ближе. Все, все. Я всех испугала, да? Девушки, уймите вашу мать! Вот! Девушки, уймите вашу мать! Ну да, только не смейтесь, пожалуйста. Я не смеюсь. Девушки, уймите вашу мать! Девушки, уймите вашу мать! Девушки, уймите вашу мать! Это зло. Это я улыбаюсь. Да, глаза мне все равно видно. А где девушки-то? мне же надо кому-то обращаться тихо-тихо девушки уймите вашему девушки уймите девушки уймите вашу зараза 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 деревня зараза девушки уймите вашу мать зараза так она сделала нет да дело зараза лютка а лютка трудерял мне я не могу все все девушки уймите вашу мать так она сделала я не знаю все дескать и и я не знаю и и и и и и и Тихо, тихо, тихо Девушки, уймите вашу мать Зараза Людка, ай, Людка Деревня Очень хорошо Лучше, да, чем хорошо Да, намного лучше, чем те Испытано на себе Ну что ж, вот и подошел к концу Наш такой достаточно интенсивный Очень насыщенный тренинг За этот тренинг мы успели Собственно создать портфолио Для меня, как для будущего актера Если что-то из меня получится И помимо этого, конечно же Я получила, пусть поверхностный Но такой достаточно колоссальный Опыт для раскрепощения Тарин, я хотела у вас спросить Как роль Какой отпечаток на человеке На личности Оставляет То есть персонаж, которого играет человек Может быть абсолютно разный, правда? И трансформация какая-то внутренняя происходит То есть, как вы имеете в виду Актеру сложно ли выйти из роли Или нет? Да-да-да-да Да, конечно, это все зависит от роли Например, я снималась в фильме Тропа смерти И Тропа смерти Искупление 2 Отрицательная роль была И довольно сложно мне было выйти из роли Конечно, но это было много-много лет назад Вот То есть, это повсеместно распространено И каждого актера это касается Да-да-да Особенно, наверное, это очень ощущается Когда сериал многосезонный И ты как бы живешь Да, уже постоянно у тебя одна и та же роль, да, получается Один и тот же образ Это если говорить как об актере, да? А если говорить о преподавании У вас какая тенденция? Вы преподаете через строгость или через любовь? Ну, по-разному То есть, это индивидуально у вас? Индивидуально, да Потому что каждый человек, он индивидуален Все же, да? Да Кому-то более так Ну, педагог, он должен быть прежде всего психологом Вот, то есть, кому-то он более так помягче, да? Может относиться Кому-то более построже, да? И хотелось бы Но так стараюсь помягче Лучше помягче, да? Вы женщина, мягкая женщина, да? И вот как бы любовью своих учеников, да? Кстати, раз уж речь у нас зашла про учеников У нас, кстати, здесь тоже сейчас, да? Находятся ваши ученики Пожалуйста, представьтесь, как давно вы занимаетесь у Татьяны? Меня зовут Ирина Мы сотрудничаем уже второй год И я очень довольна, потому что Тарина нас сопровождает буквально во всем То есть, от начала, от фотосессий Там, каких-то первых шагов, там, консультаций И вот вплоть до съемок А как в целом узнали? И есть ли у вас какой-то бэкграунд? То есть, образование актерское? Актерского образования у меня, конечно, нету Я работаю, но пытаюсь обещать ей работу в киноиндустрии нашей местной И, конечно, вот она как агент, она очень много помогает Действительно, открывает какой-то внутренний талант, что ли Придает раскрыться по-новому Увидеть себя по-новому То есть, получается, вы не только преподаватель, вы еще и агент Вы своих учеников сопровождаете, помогаете, продвигаете В кино и в рекламу Ой, как здорово Да, у меня есть актеры, которые снимались в фильме «Триумф» И в коротких метрах у меня актеры снимались Короткие метры «Виденные» и многие другие проекты И вот сейчас вот тоже со мной связывается кастинг директора И просят отправить актерское портфолио актеров Это что касается актерского мастерства Но также я знаю, что вы преподаете еще и режиссуру Да, основы режиссуру Насколько это важно актеру знать основы режиссура? У актера с режиссером взаимосвязь теплая должна быть Потому что многое зависит в кадре от актера, кроме режиссера Глубинная такая теплота, взаимосвязь должна быть между режиссером и актером Я считаю, это мое мнение Вот, кстати, тоже интересный момент Как вам удается как режиссеру найти общий язык практически с каждым актером Чтобы делать конкретно то, что хотите вы Как видеть режиссер? Потому что каждый актер, наверное, любит вносить свои какие-то корректировки И то, как он видит свою роль Вы прислушиваетесь или вы все же настаиваете на своем? Я обычно предлагаю актерам, с которыми я работал, работаю Смотреть много фильмов художественных И потом теплые отношения должны быть То есть, ну, как друзья, да, можно сказать Потому что режиссер, он должен знать актера своего, да, вот Аду Я И на съемочной площадке хороший опытный режиссер Он никогда не должен негативить То есть орать там, кричать, да, как некоторые, допустим, режиссеры И в кино, и в театре, да, в спектакле Вот То есть, опытный режиссер, он должен быть спокойным, уверенным И своим актерам, да, относиться как к своим детям То есть, актеры для режиссера, это его дети, получается Вот И они вместе, вот, в команде создают новые кинопроизведения Вот А еще у меня такой вопрос А вы являетесь представителями все-таки новой школы, да? Потому что у вас такой симбиоз, там, блогерство и режиссура, да, и прочее Но сами получали классическую школу, да, если можно так сказать Вот какая разница, вот, весомая и существенная между старой школой и новой? Если можно так сказать Ну, старая школа, это очень ценная, я считаю Потому что я сам с детства, да, смотрю отечественные фильмы старые Вот фильмы Сергея Бондарчука, допустим, «Судьба человека», да, мне очень нравится Режиссера Леонида Гайдай, да, ну, эти приключения Шурика там Вот Ну, такие вот отечественные фильмы я до сих пор смотрю Для опыта, как режиссера я, да, ну, и для вдохновения тоже, вот Ну, по поводу нынешней современной киношколы Сейчас все в цифру перешло, да Если раньше вот в пленку снимали, да, кино Я сам считаю, вот сейчас не хватает хороших опытных сценаристов в современном кино, да Вот Раньше вот были очень такие, ну, глубинные, душевные такие сценаристы опытные Поэтому и такие фильмы у нас получались очень хорошие Человеческие такие жизненные фильмы Сейчас в основном все компьютерная графика с помощью, да, ну, это в цифре все Ну, вот так я считаю, коротко Ну, да Ну, собственно, на такой позитивной ноте, да, мы с вами заканчиваем эфир Дорогие телезрители, это был выпуск Передачи «Испытано на себе» До новых познавательных встреч!